Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Львир Фазлеева. И сегодня мы расскажем о столкновении четырех автомобилей, стоящих в пробке на проспекте Ямашево. Мою супругу увезли в Москву. Пострадал один человек. Покажем, как предполагаемый виновник крупной аварии спровоцировал столкновение и уехал с места происшествия. В аварии сильно пострадал маленький ребенок. Убило бывшего мужа и расчленило тело. Останки мужчины были обнаружены. Подробности жуткого преступления. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек пострадал в столкновении четырех автомобилей сегодня днем на проспекте Ямашево. Автомобили столкнулись по принципу домино. Причем три из них в момент происшествия стояли. Алина Мусина выяснила подробности и узнала, что же стало причиной аварии. Все стояли. То есть все три стоячие машину сдвинули. Движение на проспекте Ямашево было сильно затруднено. В момент аварии автомобили вообще стояли. Впереди был затор, рассказывают участники происшествия. Марат, водитель автомобиля Renault Duster. Первым принял на себя удар от не успевшего остановиться Volkswagen Passat. После столкновения Renault по принципу домино откинуло напереди стоящий рифан с Солана. А тот в свою очередь врезался в Volkswagen Polo. Здесь была пробка. Мы уже стояли в пробке и вот сзади влетела у нас машина. Renault Duster в этой аварии получил наибольшие повреждения. Но не из-за этого расстроился его водитель. В аварии пострадала пассажирка внедорожника. Мою супругу увезли на скорую. А, что случилось? Что-то с шеей. Девушка, сидевшая за рулем Volkswagen Passat, свою вину произошедшим признала полностью правду комментировать. Случившаяся на камеру отказалась. Признается, что сильно торопилась и ссылается на маленький опыт вождения. Алина Мусина, Ленарькина Атольевна, Омерзалишев, вызов 112. Водителя из-за действия которого предположительно произошла крупная авария 5 июля на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградская нашли. Напомним, тогда Киа Спектра на полном ходу врезалась в автобус. Пострадал водитель, но он отказался от госпитализации и годовалый малыш. Очевидцы утверждали, что авария произошла из-за иномарки, подрезавшей Киа. На съемках с камер видеонаблюдения, которыми оборудована этот перекресток, видно, что едущий прямо Киа буквально преграждает путь черный кроссовер Митсубиси. По уверениям очевидцев, он ехал на красный поворот налево. В этом месте регулируется стрелкой, которая в этот момент не горела. В результате водитель Киа, уходя от удара, вывернул руль вправо и врезался в стоящий автобус. Водитель Митсубиси скрылся с места происшествия. В настоящий момент автоинспекторы восстанавливают полную картину происшествия. Водителю Митсубиси теперь может грозить и уголовная ответственность. Пострадавший в Киа ребенок до сих пор находится в коме. На перекрестке улиц Техническая и Модельная столкнулись с Шевроле Лачети и Део Матис. Внешне повреждению автомобиля практически незаметно, но обе машины после столкновения оказались не на ходу. И никто из водителей свою вину в произошедшем признавать не спешил. Альбина Минибаева с места происшествия. Загорелся зеленый. Я выезжаю и сразу получаю удар. Роман, водитель Шевроле Лачети, рассказал, что ехал по улице Техническая. На перекрестке с улицы Модельная остановился на светофоре, дождался разрешающего сигнала и едва начал движение, как сразу вынужденно его и закончил. Слева на высокой скорости, говорит, в него въехала автоледи на Део Матисе. В результате удара оба транспортных средства самостоятельно передвигаться уже не смогли. Все особо обездвижены, он не заводится, у меня явно на колесе. Роман считает, что в ДТП виновата именно автоледи. И ехала, она говорит, уже на красный сигнал светофора. Однако сама женщина свою вину не признает. Комментировать произошедшее также не захотела. Она говорит, что на животу проезжала. Чтобы доказать свою правоту, водитель Шевроле собирается предъявить автоинспекторам запись видеорегистратора, где говорит, ясно видно, что правило нарушает автоледи на малолитражке. Однако сама она с этим не согласна. Теперь участников происшествия ждет разбор в автоинспекции. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Зарубила топором бывшего мужа, тело расчленила и закопала. Затем перепрятала, но от разоблачения ее это не спасло. 32-летняя жительница Огрызского района, мать троих детей Ольга Стерлядева, под тяжестью неопровержимых доказательств признала свою вину в тяжком преступлении. Хотя до этого сделала все, чтобы правды никто никогда не узнал. Ленар Генатуллин узнал все детали. Все произошло здесь, в этом доме, в селе Старое Сляково Огрызского района. Как позже созналась женщина в туной с 6 на 7 июня, она зашла в комнату своего на тот момент уже бывшего, 32-летнего супруга. Мужчина спал, она два раза ударила беззащитного человека топором по шее, ранения были смертельными. Затем, как гласит уголовное дело, она скинула тело в подпол, где расчленила. С помощью того же топора и болгарки. Об исчезновении сына спустя несколько дней в полицию заявили его родители. Как только заявление попало в правоохранительные органы, Ольгу Сердю сразу же пригласили в отдел для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но в это время женщина находилась со своим ребенком в больнице в городе Набережная Челны. И как раз воспользовавшись этой ситуацией, как установили следователи, она уехала из больницы, тайно попала к себе домой и перезахоронила останки своего бывшего мужа. Для того, чтобы скрыть следы преступления. Затем спокойно вернулась в автоград в больницу к своему ребенку. Несмотря на это, в ходе грамотно-спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, останки мужчины были обнаружены. В настоящее время следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Торстан Стерлидева приявлена обвинение в совершении убийства. После этого отпираться женщина не стала. Во всем призналась и написала явку с повинной. Мотивы убийства следователи сейчас устанавливают. На время расследования уголовного дела суд избрал для Ольги Стерлидевой меру пресечения в виде заключения под стражей. За ее тремя детьми сейчас присматривают родственники. Ленар Генатулина, Амир Залюшев, Вызов 112. Угрожали расправой сотрудникам букмекерской конторы и требовали отдать деньги. Такое сообщение поступило на пульт охранного предприятия в набережных Челнах. Звонившие сообщили, что двое пьяных мужчин устроили в их заведении дебош. Из-за чего? На произошедшее глазами сотрудника охранного предприятия посмотрела Альбина Менебаева. Я инвалид второй группы. Снимание! Сразу после задержания предполагаемый дебошир начал жаловаться на состояние своего здоровья и требовать, чтобы его отпустили. Однако буквально пару минут назад заболевание его не особо беспокоило. Сотрудницы букмекерской конторы рассказали, что один из посетителей, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал им расправой, тряс ножом и требовал отдать деньги, которые он якобы выиграл в данном заведении. Получив тревожный сигнал на место экстренной прибыли сотрудники охранного предприятия. Они, в свою очередь, начали успокаивать явно неадекватного мужчину. Тот начал вести себя агрессивно и сзади на охранника напрыгнул друг скандалиста. Сотрудник охраны смог отразить их нападение и надел на обоих наручники. Я позвоню сейчас с телевидением и напишу заявление, что вы меня избили. Однако, по словам сотрудников заведений, и это не остановило нарушителей. Они попытались сбежать через служебный вход, но не смогли, были сильно пьяны. Задержанные были прикованы подручными средствами неподалеку от входа в конторы и были переданы в руки сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Альбина Минебаева, Нафиса Минясова, Вызов 112. Решение квартирного вопроса, схватка за внука и забавная игра в прятки с попугаем. Все самое интересное мы собрали в рубрике «Сплошные проколы». Как решать квартирный вопрос нежелательными гостями без бумажной волокиты, знает эта белка. Вернувшись в свое дупло, она обнаружила там сову. Диалога как такового не получилось. Хвостатый быстро показал пернатому, кто здесь хозяин. Кто-то не может поделить жилище, а кто-то внука. Настоящая схватка развернулась между двумя пожилыми женщинами за ребенка в Китае. Судя по всему, одна из старушек, имеющая проблемы со зрением, взяла в руки чужого мальчика. Его настоящая бабушка была против. Недопонимание быстро переросло в рукоприкладство. Позже бунтарок разняли. Ребенок, которого потеряла пожилая женщина, был все время рядом. Если женщины устранили проблему на месте, то вот польский историк предпочел не делать ничего вообще. Во время интервью на его голову залез кот. Мужчина не стал отгонять домашнего питомца и продолжал вести рассказ с невозмутимым видом. Благодаря такому поступку это видео стало популярным в интернете. Если коты удивляют, то попугай, наоборот, удивляется поступком своего хозяина. Мужчина решил разыграть какаду с помощью фокуса. Размахивая полотном, он молниеносно спрятался за дверь, чем поверг шок птицу. Попугай бегал с истошными криками ровно до тех пор, пока он снова не увидел фокусника и не убедился, что он в безопасности. Лисан Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.